Да, ребят, так и есть. У нас сегодня самая извращенческая в мире, но между тем, эксклюзивная дегустация. Ребят, у нас сегодня дегустация красных сортов винограда, красных, классической Каберне Савиньон и Каберне Фран, но сделанные, ребят, по белому методу. И вот они у нас встречаются в белом варианте. Значит, что интересно, нам повезло, у нас, слава богу, урожай одного года, 19-го. Правда, тиражи разных годов. 20-е и 21-е, соответственно, потом даты назову. Очень интересно, значит, насколько это привлекательно, насколько учитывает то, что родственные их связи, что это практически, скажем так, в российском варианте это подчас близнецы-братья. Мы говорили, что Каберне Савиньон у нас бывает двух разных стилей, скажем так, грубо. Посмотрим, есть ли разница. Да, то есть у нас Каберне Савиньон бывает диаметрально противоположное, но Каберне Фран, вот я сколько не пробовал, у нас недавно, что у нас был? А, Каберне Фран, я оставлю ссылку по Бердяеву, по Тристории. Два у нас было варианта. И вот эти два варианта Каберне Франа были близки, как мы говорили, к некоторым производителям российского Каберне Савиньона, в такой стилистике, очень-очень близкий. То есть подчас Каберне Фран в нашем варианте не всегда удается отличить. Ну что, поехали, посмотрим, есть ли разница, насколько это интересно. Да, выпуск, значит, большая, ребят, благодарность. Очередной раз выносим благодарность нашему подписчику Сергею Смирнову. Сергей, спасибо большое. Благодаря донату целевому Сергею Смирнову я просто, правда, упарился гоняться. Я, наконец-то, достал Каберне Савиньон сухой. Ребят, почему-то в Москве проблемы с некоторыми образцами. На югах, где-то там, не знаю, в Ставрополе, Краснодар, наверное, это все и есть в местных фанагориях, у нас часто проблематично. Мне понадобилось полгода, чтобы найти Каберне Савиньон сухой, полусухой. У нас оставлю ссылку, уже был обзор. Посмотрим, да, там был для меня избыточный сахар, но был хороший нос. Посмотрим. А здесь мы, значит, нашли, да, то есть удачно я заехал и, соответственно, прикупил Каберне Фран вдруг увидел. Поэтому вдвойне интересно. Вот это вот, ребята, немножко, говорю, извращенческая тема. Не привыкли мы Каберне Савиньоны, а тем более Фран, и смотреть по белому методу. Поэтому у нас вот такие, ребята, сегодня бокалы. Будем считать, что для белого вина. Посмотрим, насколько сыграют. Так, разница в носе есть, достаточно существенная. Сейчас даже, чем же это, чем же напоминает этот аромат? Ну, аромат сразу интереснее у Каберне Франа. Очень сложно, очень сложно, ибо и непривычно. Скажем, мягкий нос Каберне Франа, о, Каберне Савиньона. Мягкий нос, не сильно выразительный. Может быть, мякоть арбуза, где-то дыня, но очень мягко фоном. Что-то такая, какая-то... Чуть пыльный нос сейчас появляется. Что-то, в общем, ребята, что-то такое... Осока, камыш. Что-то вот такая мякоть, зеленая мякоть, но нейтральная. Очень интересный аромат, очень интересный аромат, ребят, на загляденье. Аромат интригующий. Очень интересный аромат, впервые встречаемый, впервые встречаемый. Никакие не экзотические фрукты, нет. Возможно, что-то мякоть банана недозрелого, что-то из бахчевых, сельдерей, может быть, даже элемент какой-то редьки, зеленая, зеленая редька, тертая. Очень интересно. Может, арбузная корка? Очень непонятная, ребят, сразу рекомендую, сразу рекомендую вот этот нос. Давайте сразу, пока есть интрига. Значит, по датам. Каберне Фран, 15-я, 0-4-го, 20-й. А, да, ну, понятно, ребят, вы заметили. В общем, это линейка F-стиль, кстати говоря. Сейчас посмотрел, почитал, правильно называется, то есть не будем называть его F-стайлом. Так, Каберне Савиньон, 0-2-е, 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 21-й. Так, ну, вот нам пока 15-я, 0-4-го, 20-й интересен. Может, опять брать другие, ребят, образцы, да, других годов. Может, да, кажется лучше, может быть, хуже, не знаю. Мы отвечаем, как я говорил, за эти лишь партии. Так, ну что, будем считать, что Каберне Фран интересен и более интригующий. Начинаем с него. Нос чуть-чуть смягчился. Как всегда, интересно, все-таки, ребят, первые носы, это здорово. Но самое, как я вам говорил, главное, это все-таки второй нос, и что же будет дальше. Насколько дальше, насколько он стойкий, насколько интересный. Ну, поехали, интересно, Каберне Фран. Каберне Фран. Субтитры сделал DimaTorzok Ребят, настойчиво рекомендую эту дату точно Эту дату точно У меня даже мурашки сейчас побежали Да, впервые я ощутил Такой нос вина Такой, ребята, рот Рот Опять, не характерный Даже для белых вин Вот, кстати, к вопросу Красный виноград Сделанный по белому методу Да, но можно ли его считать белым вином Вот, кстати, как бы, ну, наверное, нет Да простят меня виноделы, виноградари, критики и сомелье И сейчас скажут, ребята, а почему вы белые вина, соответственно, вообще То есть красные вина по белому А почему вы из белых бокалов дегустируете Может, кто-то такой вопрос задаст Кстати, газация мелкодисперсная На стенках заметна в обоих вариантах Так, значит, очень необычный рот Рот практически атакует Я бы сказал, агрессивно Агрессивно непривычным сочетанием Не просто кислотности какой-то там Повышенной или завышенной Какая-то она необычно Агрессивная Какая-то супер-мега редкая кислотность При этом с какой-то сластинкой Какой-то, ребята, правда, эксклюзивный И не только у нас выпуск А эксклюзивное ощущение Аромат опять Аромат появился и такой же устойчивый, как в самом начале Опять непривычный совершенно Да, непривычный нос Может быть, это мякоть алоэ даже где-то, ребят Кактуса надрезанного Что-то зеленое Такое мясистое Какое-то тело Травянистое Слегка А, не полевые цветы Полевые цветы Не скажешь Концентрированная ромашка какая-то мощная В большом количестве В полях Но, ребята, это очень интересный аромат Рекомендую Потому что ибо непонятно Я не смогу прям вам охарактеризовать Конкретно, что же здесь такое Так, ну еще раз рот Ребят, потрясающе Так, такие мелкие шрифта Так, мелкий шрифт Что ни хрена не понятно Но, тем не менее, написано Что это сухое Сухое белое, да Ну, ребят Офигительный Интересный экземпляр Потому что По ощущениям Здесь явная Сластинка Явная Думаю, что однозначно Сейчас проверю Что это женский вариант Вот подойдет на девичник Девчонки будут счастливы Интереснее, наверное, чем Пино Гриджо Какой-нибудь Я бы сказал Для них это богаче Интереснее, чем Российское белое вино Про которое мы тут говорим Про российские рислинги И тому понятно Вот это, наверное, для девчонок Будет более понятно Девчат Вот это берите Берите Я беру на себя смелость Вам это дело предложить Да, значит Очень доминантная Доминантная Вот эта кислинка со сластинкой Очень непривычная Долгоиграющая Послевкусие Длинная Многогранная, ребят Господи, аромат сохраняется Что-то Я, кстати, тут попробовал Платовский Вот все Вас тут рекомендовало Точнее, все Вы все рекомендовали Насколько Платовский Классный Мне довелось его достать Но я бы сказал, ребят В Платовском Меня так немножко поразило Интересная горчинка Такая специфическая Специфическая На мой взгляд Вот это, ребят Вариант интересней Вы же меня извините Может быть Мне с партией Опять же Там повезло Здесь не повезло Вот это, ребят Ну, уникальный экземпляр Очень интересно Очень интересно Я бы так сказал Что даже Неправильно так говорить Если в целом Каберне Фран Он скорее более утонченный Чем наш классический Каберне Савиньон Для смакования Да Он более такой Интеллектуальный Интеллигентный Я бы так сказал Да Под него надо Его надо созерцать Что-то думать надо Да Если вот этот Классик Он мясистый И мы знаем Что мы в нем Хотим увидеть Услышать То этот более утонченный И может быть Даже все-таки По стилю Часто ближе К Бенонуарам В ту романтическую Область Ну вот Получается По белому методу Не знаю Такое ощущение Что это будет Сейчас более Кондовый Какой-то такой А этот Более Ребята Эксклюзивный Кстати По цвету Где сверху Больше заметно Да Что Савиньон Более насыщенный Более плотный С виду Ребята Очень интересно Сейчас посмотрим Это должен быть Минимум Среднителом Это наверное Легкотел Вот это более Среднителом Визуально Ну поехали Очень интересно Ребята Зачет Да Нос практически Отсутствует Какая-то зеленая тема Очень дальний И пыльный нос Слегка Да Нос здесь все-таки Неинтересный Неинтересен По сравнению С этим вариантом Обалденно Очень интересный И интригующе Поехали Каверный Свиньон Сухой Удивительный Удивительный Непонятно Удивительный Ребят Непонятно Ребят Непонятно Откуда Такая Здесь Сладость Врать Они же Не будут Врать Ребят Производители Надеемся Что врать Не будут Но Не воспринимаются Оба Два Варианта Вот Это Кстати Большая Неожиданность А может Вы сами Задавались Этим Вопросом А можно сказать Что у меня Сегодня с рецептором Все плохо Нет Я тут Голодал Практически Несколько Часов И все Чисто И все Я чувствую Удивительно Что Здесь есть Такая же Реальная Сладость Во рту Прям Не то Чтобы Сластинка Но Прям Ребят Сладость Вот по ощущениям Тут сахара По ощущениям Сахара Не знаю Восьмерка По ощущениям Хотя Понятно Что больше четверки Она здесь не должна быть Если они Ставят тут улыбак Что это сухое Вот в этой связи Кстати Хочу сказать Вот на мою ссылку Я вам сказал Что мы оставим По дегустации Вставила полусухого Да Полусухого у нас уже был Да Там сахара Было откровенно Написано Что 12 или 15 Да Насколько я помню Ну вот Что я вам и сказал Тогда Ну это опять же Я что называется Фанат сухих вин Ну блин Вот там сахар Реально был Излишним Насколько То есть я помню Что он был явно Излишним Я помню Что он остался Даже в доминанте Как финишный Как финишный Остался явный След сахара Что Нездорово Незидоро Ребят Однозначно Те же самые девчата Берите Ребята Кстати рекомендую Да и мужикам Рекомендую взять Эти два варианта Просто тупо на пробу Если вам Ну так Срастется И вы найдете Все дело И понять Что Это вот к шампанскому Относится У нас скоро Тут выпуск будет Такой эксклюзивный По поводу Кое-чего Интересного Игристого Ребят Вот тот самый случай Что не надо брать Вот говорю Многие из вас Россия На Россияне На 85% Боятся брюда Да Шампанского Брюда Ребят Нельзя бояться Брюда Потому что Брюд Это очень сладко Брюд Это очень сладко Это невносимо Куча сахара Даже рот Иногда ломит От сахара Поймите Что брюд Который в советском Союзе Он был тогда Кислотный Это был Кислятин Но это было Связано с плохим Гриноматериалом Поймите Что брюд Это третья степень По сухости Это не самый сухой вариант Есть экстребрюд А есть брюд Натура О чем мы говорили Так вот получается Если сделать Вот это сухое вино Представите Из него сделать По классическому методу Шампусик Не добавляя Тиражный ликер Не добавляя туда Искусственный сахар Что делается Для того Чтобы создать брюд Да Потому что брюд Это от 6 до 15 сахара Так вот Здесь сейчас сладко Так вот Мы получим Пузырики По классическому методу Именно Вот с такой Как минимум А-ля сластинкой Вот что интересно Он не будет Сухим И жутко кислым По определению Потому что есть Остаточный свой сахар Так вот Когда на эту четверку Накладывается 10 грамму Сахара Получается 14 Поэтому Очень сладко Поэтому Ребят Не бойтесь Экстребрюд Покупайте Игристые Шампанские Вина Ребят Экстребрюды Экстребрюды А тем более Брюднатура Но это крайне редко Поэтому вот возьмем Еще раз Ребят Для примера Для примера У нас Эксклюзивный Эксклюзивный Вот у меня на полочках Есть достаточное количество Для примера Наш эксклюзивный Наша Наша находка Да К 150-летию Винодельня Масхака Ребят Экстребрюд По белому Выдержка Насадки Даже этот вариант Ребят Для меня Сладковат Несмотря на то Что там По минимуму Добавлялся Ребят Тиражный Ликер В рамках Этих Значений От 3 до 6 Вот В общем Ребят Сладковато Это Немножко Более топорно Более топорно Как я и предполагал Как оказалось Это более утонченно Более интеллектуально Оба они Похожие характеристики Этот Горю Помягче Поинтеллигентней Но вот Это странность Странное Но интересное Сочетание Кислинки Со сластинкой Почему-то Здесь Вот Нет объяснений Это Конечно Интересно Так Ну еще разочек Кабернефран Наш фаворит Немножко Подошла Вот эта Нота Специфическая Но у нас Такой Остался Интересный Ну-ка Еще разочек Рот Отлично Мои глаза Ребят Ребят Наверка Выдают На экране Ощущение Значит Не назовешь Это кислотностью И тем более Душераздирающей Нет Но она Настолько Интересная И оптимальная Она заставляет Работать Дальние Вот эти Рецепторы Обалденно Ребят Обалденно Рекомендую Ну что Фанагори Я поздравляю Если Вставил У нас Вставил Вышел Выпуск По Сапирави Да Кажется Вышел Сапирави Красный Мне пока Ну правда Мы пробовали Только Сапирави Да Скажем так Он Справнили С автохтоном И с крюлемонтом Тоже ссылочку Тогда оставлю Внизу Куча ссылок Бои Значит Там Фстайл Был понятен Понятна его логика Что это промежуточное Звено между Автохтоном И крюлемонтом Он был Скажем так Мне неинтересен Смотря За какие деньги Его можно брать Ребята Вот это конечно Надо взять На пробу Однозначно Я поздравляю Фанагарию С интересным Ходом И удачным Удачным Ну а вот это Ребята Эксклюзив Дата Мы вам назвали Вначале Настойчиво Рекомендую Ребята Поздравляю Поздравляю Это было вкусно Все Пока Ребят До новых встреч Не забывайте Ставить лайки Для поддержки Нашего канала Пока Субтитры Продолжение следует...